Всем привет! Вы представляете, что ткань может быть жидкой? Такая жидкая ткань наносится на тело в виде спрея, а затем застывает и превращается в одежду. Впервые такая технология получила известную в 2023 году, когда парижский модный бренд Коперни использовал распыляемое жидкое волокно-фабрикант, чтобы нанести его на супермодель Беллу Хадид во время показа своей коллекции весна-лето 2023 на неделе высокой моды в Париже. Показ Коперни состоялся 30 сентября в текстильном зале Парижского музея искусства «Ремесел». На тело Беллы Хадид методом распыления было нанесено белое платье прямо на подиуме. На носили платье сотрудники и дизайнеры компании «Фабрикант» разработчика жидкой ткани. Для своего заключительного образа Хадид вышла на подиум полностью одетой в нижнее белье телесного цвета. Она подошла к освещенной платформе, окруженной людьми с распылителями, где простояло 15 минут, пока команда «Фабрикант» распыляла на ее тело белое вещество, чтобы оформить контур платья. После того, как на тело модели распылили форму платья, состав жидкой ткани очень быстро застыл, после чего ткань можно легко отделить от тела или от белья. Затем дизайнер немного подкроил, немного изменил платье, укорачивая его длину, добавляя разрез и спуская бретель из плеч Хадид, прежде чем она прошлась по сцене. Получилось очень впечатляюще. Как сказала в интервью сама Бэлла Хадид, я ощущала себя на подиуме голой и одновременно одетой. Кто же эти люди из компании «Фабрикант» и в чем секрет жидкой ткани? Жидкая или аэрозольная ткань – это результат совместных творческих трудов Королевского колледжа искусств и Имперского колледжа в Лондоне. Автором этого изобретения является испанец Мануэль Торрес, который в 1997 году написал дипломную работу на эту тему и получил степень магистра. Родом из Барселоны Торрес переехал в Лондон, чтобы получить степень магистра в области дизайна женской одежды в Королевском колледже искусств. После окончания магистратуры он подал заявку на получение докторской степени в области исследований напыляемой ткани. В то время на курсе не было вакансий, поэтому он уехал в Индию, где поработал в индустрии моды, пока ему не предложили место в Королевском колледже искусств для продолжения обучения для докторской степени. Через 4 года он получает докторскую степень, а еще через 2 года, взяв партнера своего научного руководителя, профессора Пола Лакхэма с факультета химического инжиниринга и химических технологий, тоже создает предприятие «Фабрикант» для дальнейшего продвижения своей идеи. Его девизом было «Долой сложные расчеты при создании выкроек, они больше не нужны. Платье из баллончика идеально ляжет на вашу фигуру». Он говорил так. «Я представлял себе мир, в котором мы могли бы создавать волокна, которые мгновенно превращались бы в одежду». В 2014 году Торрес вызвал восторг 300 представителей промышленности, научных кругов, домов моды и средств массовой информации, продемонстрировав на публике процесс создания индивидуальных дизайнерских моделей, которые он разрабатывал уже 10 лет. А в 2022 году лабораторию изобретателя посетила команда модного дома Коперни, для которой прямо на глазах было создано платье. Они были настолько поражены, что немедленно ангажировали Торреса, в результате чего началась подготовка к тому самому показу 2023 года с Беллой Хадид, после которого Мануэль Торрес стал знаменитым. В поисках подходящей структуры жидкой ткани Торрес вернулся к истокам производства нетканных материалов, технологии войлока, которые получают при перепутывании шерстяных волокон. В результате исследований был получен спрей, состоящий из натуральных или синтетических волокон, смешанных с полимерами и растворителями. Применяемый полимер обеспечивает быстрое высыхание ткани в действии ее с кислородом в воздухе. Полученный материал правильнее было бы назвать не жидкой тканью, а жидким нетканным материалом, но с точки зрения маркетинга, конечно, жидкая ткань звучит более громко. Жидкий раствор распыляется аэрозолем или пистолетным распылителем на тело, а затем испаряется при контакте с поверхностью, образуя на теле застывший, но гибкий слой волокон. По сути, текстильный нетканный материал. Аэрозоль – это такая дисперсная система, состоящая из вешенных в воздухе мелких частиц, в данном случае волокон. Когда аэрозоль торреса реагирует с воздухом, волокна скрепляются, образуя к моменту, когда он достигает кожи, уже полусухую субстанцию. Почти сразу эта субстанция становится твердой тканью. Единственный дискомфорт от этой ткани заключается в том, что она очень холодная при распылении. На фото с электронного микроскопа увидите структуру жидкой ткани. Обратите внимание, что многочисленные воздушные поры между волокнами сохраняются, а значит, материал сохраняет свою воздухопроницаемость и гигроскопичность, присущую другим текстильным материалам. Волокна для спрея можно использовать абсолютно любые – хлопок, лен, шерсть, вискозу или синтетический. В зависимости от того эффекта, который вы ожидаете и в зависимости от применения. Чаще всего для жидкой ткани используются хлопковые волокна из-за высоких гигиенических показателей самого хлопка. Но Торрес постоянно экспериментирует с новыми составами, добавляя раствор полилактидные волокна, волокна из морских водорослей, нановолокна и другие. В соответствии с экологическим трендом, компания Fabricant в первую очередь использует для своей ткани регенерированные волокна, полученные при переработке старой одежды. Ну и из отходов текстильной промышленности. Кроме того, материалы Fabricant могут повторно быть растворены и использованы еще раз для нанесения. Либо их можно утилизировать биологическим разложением при компостировании. Компостирование – это такой процесс разложения органических твердых отходов, присутствующий в воздуху. Он может осуществляться в буртах, компостных ямах, ящиках или аппаратах специальной конструкции. Работает жидкая ткань следующим образом. Сначала аэродуль распыляется прямо на тело человека, очень быстро высыхает и идеально принимает очертания фигуры человека. Не впитывается в кожу, легко отделяется, полученную одежду можно снимать, одевать как обыкновенную футболку. Одежда является бесшовной. После высыхания материала одежду можно снимать, гладить и хранить в гардеробе вместе с другой одеждой. Мануэль Торрес утверждает, что он совершенно безвреден для человеческой кожи. Материал имеет структуру, похожую на замшу, при этом он достаточно прочный, чтобы его можно было носить и стирать как обычную одежду. Структуру и внешний вид ткани можно менять, добавив или изменив сырьевой состав, волокон в аэрозоле или количество или цвета нанесенных слоев ткани. То есть можно нанести на тело один слой, можно два, три, могут эти слои быть разных цветов. В зависимости от применяемого полимерного состава ткань может быть очень мягкой или жесткой и более долговечной соответственно. Можно получить и растяжение ткани. То есть применение такой ткани это бесконечно от нижнего белья до головных уборов и для бесшовного покрытия любых поверхностей. Технология Fabricant имеет и массу других применений, кроме одежды, так как позволяет производителям легко изменять физические свойства продукции, форму, цвет, фактуру, текстуру и даже запах в соответствии с требованиями каждого конкретного заказчика. Ведь жидкая ткань может распыляться на любую поверхность. Приоритетными областями применения являются медицина, средства гигиены, обивка для мебели, автомобиля, ремонт одежды и также бесшовная спортивная одежда. Например, роботизированная технология Fabricant позволяет напылению очень быстро получать защитные маски для лица с добавлением антивирусных препаратов и защитную одежду. Материал стерилизуется и в него можно добавлять лекарства для заживления ран. Этот материал мгновенно образует нетканый материал, содержащий правильную дозировку лекарства. Его потенциал практически безграничен. Можно получать напылением обезболивающей пластыри, например, при спортивных травмах или при мышечных болях. Такие пластыри не оказывают давление на руку, они устойчивы при использовании стерильной и герметичной перенанесения. Пластыри обеспечивают трансдермальную доставку лекарств пораженному участку. Лекарства вводятся через пластыри, размещаемые на коже. Наиболее широко известная такая форма – это никотиновый пластырь. Трансдермальная доставка имеет много преимуществ по сравнению с другими системами доставки лекарств. Например, контролируемое высвобождение препарата в организм пациента обеспечивает устойчивый уровень препарата в крови, уменьшает системный побочный эффект и неинвазивная система доставки лекарств. Также в медицине и косметологии жидкую ткань можно использовать для новых типов патчей и гигиенических салфеток, средств для заживления ран, перевязочных материалов, бандажей и гипсовых повязок. Компания уже выпустила спрей для антиникотиновых пластырей. Пациенты могут даже выбрать спрей, соответствующий тонну их кожи, чтобы лучше скрыть пластырь. При изготовлении образцов концентрация никотина в пластырях была сопоставима со стандартными никотиновыми пластырями, доставка где-то 10 микрограмм. Также фабрикант утверждает, что мебель может стать способом доставки лекарств, ведь ткань можно распылять на домашнюю и офисную мебель. На выставке 100% дизайн Лондон компания продемонстрировала обычный стул, покрытый тканью с содержанием никотина. Просто откинься на спинку удобного кресла и получай никотин через кожу. У меня есть такое ощущение, что Мануэль Торрес много раз безуспешно бросал хуриз, вот почему он раз за разом придумывает такие интересные штуки. Автомобильный промышленный сэспрей можно использовать там, где требуются легкие, устойчивые к пятнам и прочные ткани, которые позволяют быстро создавать любые креативные формы и покрытия различной толщины. Одна американская фирма, подхватив идею Торреса, выпустила жидкий волокнистый спрей для ремонта одежды. Порвали вы, например, в лесу джинсы и сразу задули из баллончика дыру на штанах. И джинсы как новенькие. Сейчас, правда, когда все ходят в рваных джинсах и свитерах, это не очень актуально. Мануэль Торрес предлагает использовать фабрикан модным брендом в своих магазинах. Это будут торговые центры с павильонами, куда клиенты могут зайти, чтобы дизайнер бутика распылил на них материал и забрать свою уникальную одежду. Как вы поняли, это очень перспективная технология, позволяющая получать как текстиль, близкий по свойствам и внешнему виду к традиционному текстилю, так и инновационный и даже футуристический текстиль. Вдохновившийся идеями Торреса немец Ян Винце Краузе изобрел напыляемый презерватив из латекса для любых размеров мужского достоинства. Тот самый мужской орган вставляется в камеру, где сопла наносят слой быстросохнущего жидкого латекса. Несмотря на рекламу, проблемой с выходом на рынок стало то, что процесс высыхания латекса занимал 2-3 минуты, прежде чем презерватив становился достаточно сухим для его использования, что было слишком долго. Мужчины, участвующие в эксперименте, единогласно заявили, что для такого ответственного момента 2-3 минуты это слишком критично и может пропасть настроение. Вот такое курьезное изобретение. Пока спрей ткань фабрикам не нашла широкого применения из-за того, что нынешняя технология не позволяет создавать одежду достаточно быстро, первоначально присутствует запах от растворителя, а сильно облегающие одежды не всегда подходят к людям далеким от стандартных пропорций. Но Мануэль Торес не сдается и находится в поиске путей улучшения продукта и его производства. А нам остается ждать, когда плодами этого чудесного открытия сможет воспользоваться любой, кто хочет стать модельером, дизайнером, создавая одежду хотя бы прямо на себе. Спасибо за внимание, творите, дерзайте, не забывайте подписываться, а если вы хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.